Эта книга – дань уважения ветеранскому движению области, которому в прошлом году исполнилось 30 лет. Все эти годы в каждом районе нашего региона успешно работают ветеранские организации, такие необходимые для пенсионеров системы. О каждой из них – подробный рассказ на страницах книги. Всем ветеранским организациям, которые есть на территории нашей области, было поручено подготовить материал для этой книги. По содержанию интересные, и для меня, как человека, который не родился в Кировской области, но живет здесь долгое время, такие интересные фотографии природы Вятского края, очень много замечательных людей. Когда говорим о нашем районе, о каком-то другом районе, там есть замечательные люди, там замечательные люди. А когда в общей массе в этой книге смотришь и думаешь, а ведь у нас такой действительно золотые россыпи, она почему называется «Золотые россыпи», потому что вот эти люди, каждый человек – это маленькая золотинка, частичка золота. На страницах фотографии знакомых людей и содержательный рассказ о сильных позициях той или иной ветеранской организации. По словам Валентины Холодовой, слабожане, например, могут претендовать на звание одной из самых спортивных. Мы всегда занимаем, правда, вторые места, но всегда. Это уже вот сколько лет, 10 лет идет спартакиада, и наши спортсмены там не подводят. Был бы у нас в городе бассейн, мы бы точно, наверное, всех бы заткнули за пояс. Из-за плавания мы немножко теряем в очках. Кроме того, и о деятельности в целом – все, чем живет ветеранская организация. Вот одно из заседаний нашего совета – это поздравление ветеранов, тружеников тыла, которым мы посвящаем месяц примерно, где-то 10-9 выездов у нас бывает таких поздравлений. Дай Бог здоровья этим людям. На Слободской земле работают 80 первичных ветеранских организаций, 47 в городе, 33 в районе. Некоторые из них существуют сами по себе, предприятий уже нет, но есть люди, которые хотят общаться и помогать друг другу. Валентина Холодова, листая книгу, говорит, ветеранский актив быстро меняется. И о людях нужно рассказывать, пока они живы.